340 строений ушли под воду только в Уилском районе Актюбинской области. Пострадавший от паводков регион посетил вице-премьер Серик Жумангарин. Он осмотрел, в каких условиях находятся люди в эвакуационных пунктах и выслушал их просьбы. В частности, жители потопленных аулов захотели переехать в райцентр Уил. Власти пообещали, что проблем с этим не возникнет. Лейла Уесова следит за обстановкой в регионе. Только в Уилском районе паводок накрыл 340 жилых домов. 49 из них до сих пор остаются под водой. Люди остались без крова, поэтому их волнуют вопросы выплаты компенсации за испорченное имущество. А жители сёл Екпитал и Жанабас, дома которых затопило до крыш, выразили готовность переехать в районный центр Уил, если им построят новые дома. Наш дом ушёл под воду в селе Каратал. 98% жилых строений оказались затопленными. Остались только 4 или 5 новостроек с высоким фундаментом. Я согласна переехать в районный центр, если нам построят здесь жильё. С сельчанами встретился вице-премьер Серик Жумангарин. В ходе своей рабочей поездки в регион он осмотрел состояние эвакуационных пунктов и пообещал на уровне правительства рассмотреть все предложенные варианты. Кроме того, сельчане остаются без транспортного сообщения. Серик Жумангарин осмотрел повреждённый мост через реку Уил и обсудил с дорожными службами вопросы восстановительных работ. Пока мост отремонтируют, перевозить сельчан на противоположный берег будут с помощью военного парома. Понтонную переправу доставили из города Кунаев. Технику сейчас обслуживают 15 военнослужащих. В райцентре Уил дома для пострадавших от паводка построят в новом жилом квартале. Здесь подготовлено 200 участков с готовой инфраструктурой. В этом же районе возведут школу на полторы тысячи ученических мест и детский сад. Сейчас у нас есть все возможности построить порядка 200 домов площадью 80 квадратов и земельным участком в 10 соток. Каждый из них обойдётся в 22 миллиона тенге. Многие уже готовы переехать. Жители села Екпитал, например, все 66 домов дали полное согласие. А вот в селе Каратал, что всего в 20 километрах от него, люди не хотят покидать насиженные места. В ближайшее время планируют определить строительные компании, которые займутся возведением жилья. Дома предусмотрены в основном для жителей затопленных сёл Харатал и Екпитал. У меня многодетная семья. Уезжать из села не хотим. Просим построить нам новый дом и возместить убытки за погибший скот. Почти 90% домов в Каратале разрушены. Восстанавливать их бесполезно. Между тем, в соседнем Хабдинском районе от наводнения пострадали 290 домов. 25 из них разрушены. Потоплены также 10 зданий, в том числе 7 социальных объектов. Остальные – объекты бизнеса. В Хабде работает также специальная комиссия, которой предстоит оценить ущерб от паводка.